Пятнистая маскировочная форма, шлемы, маски во все лицо и оружие. Оружие повсюду. Нет, мы не на военной базе и эти брутальные мужчины не бойцы спецназа. Это полигон Щелковской страйкбольной команды 13-й СБ. Сегодня здесь особенный день. Семерых подростков жителей сельского поселения Трубинское провожают на службу в армию. Администрация поселения впервые проводит День призывника совместно с 13-й сборной бригадой, базирующейся в поселке Литвинова. Они уже переросли, наверное, от того, чтобы просто для себя работать. А сейчас они зарегистрированы уже в Минюсте как автономная некоммерческая организация. И одной из целей этой бригады является и военно-патриотическое воспитание. Согласитесь, что на сегодняшний день эта тема очень актуальна. 13-е СБ – это взрослые состоявшиеся мужчины, которые в чем-то остались детьми. Впрочем, в составе сборной бригады есть и дамы, и дети. Они пропагандируют страйкбол – военно-тактическую игру с использованием макетов боевого оружия. Полигон предоставила администрация СПК Новая Литвинова. Бригадовцы предложили местным властям помощь в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи. Вот он, первый опыт. И мы продолжим строить общие планы, говорит замглавы администрации Трубинского поселения Елена Дорофеева. Чтобы мальчишки еще до того, как попали в армию, почувствовали, что это такое. Научились работать в команде, научились в руках держать оружие, пощупали, почувствовали это своими руками. Мы считаем, что это будет очень полезно и актуально, вот такое общение. Причем в этой бригаде занимаются люди, которые, в принципе, уже прошли службу в армию, которые знают, чему научить, о чем говорят и что делают. И мы рады вот этой совместной работе. Давно мы к этому стремились, очень хотели работать с молодежью. Наконец-то это свершилось. То есть она, Трубинская администрация, просила нас провести мероприятие, посещенное Дню призывника. И мы очень с большой радостью согласились на это. Не обстрелянных в пекло не бросают. Прежде чем призывников допустили к участию в бою, их подготовили теоретически и практически. Экипировали, выдали привода, так здесь называют оружие, рассказали о технике безопасности. А потом подробнейший практический инструктаж. Как обращаться с оружием, как стрелять, как вести себя в бою, чтобы самому остаться в живых и сохранить жизни товарищей. Локти опускаете вниз. Для чего это нужно? Если вы будете вести огонь из-за укрытия, то ваш локоть первое, что увидит противника. Наверняка его отстрелит. Чтобы этого не произошло, вы будете опускать вниз. В сегодняшних внешнеполитических условиях роль армии возрастает многократно. Призывники должны сами почувствовать, что служба в армии – это почетная обязанность настоящего мужчины и гражданина своей страны. Поэтому и 13-е СБ, и трубинские власти за то, чтобы молодежь отвлеклась от компьютера и занималась тем, чем должны заниматься настоящие мужики. Здесь у ребят есть возможность ощутить и потрогать, что такое настоящая армия. И вот они уже, выходя на полигон, не вздрагивают от разрывов шумовых гранат. Призывники не просто посмотрели реконструкцию боевых действий, но и сами приняли в ней участие. И не беда, что опытные бригадовцы их положили первыми. Это всего лишь игра. Но она дает полезный опыт. Вроде испытали какие-то эмоции, почувствовали, что такое бой. Вроде он как бы и более похож на жизненный. Да, на более настоящий бой похож. Мы знали, что такое работать с командой. Впереди у литвиновских парней настоящая армейская служба, отношение к которой у них уже изменилось после сегодняшнего дня на полигоне страйкбольной команды 13 СБ. Появилось искреннее желание служить. ВДВ. Ну что так? Почему? Чтобы почувствовать, что такое армия. Капитал можно почувствовать. По мне так. Или спецнази. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».